и снова всем доброго времени суток мои дорогие теле радио и видео слушатели снова с вами я Игорь Шаститко и Оливер Август который остался посидеть поесть вкусного тортика и так далее а здесь вы видите то что называется нёрдлинген и слышите то что называется нёрдлинген посмотрите наверх напомню что это 360 видео его можно крутить посмотрите наверх сколько здесь аистов это живые настоящие аисты вон они тут стучат своими клювами как это делают по всем по всем крышам здесь живут аисты ну а мы находимся в городке нёрдлинген я про него уже рассказывал в предыдущем видео смотрите внизу в описании всплывающих аннотациях в конце видео есть ссылочки периодически из года в год я заезжаю в нёрдлинг и снимаю различные видео но он так удачно и по дороге знаете там между Мюнхеном и Нюрдбергом между вот мы были в Шпейре сейчас мы едем в Резгенсбург как раз посреди него и находится соответствующий нёрдлинген особенность нёрдлинген да состоит в том что если вы не видите полицейскую машину а то вы видите абсолютно старинный город раньше лет 10 назад когда первый раз я здесь снимал он выглядел вообще как иллюстрация к тому что называется как это да фильмы средневековый про средневековую германию все дома выглядели как вот этот вот как некоторые там опять же это центральная площадь это какой-то таун холл да это называется ну типа идея от этого таун холла состоит в том что внизу были гостевой дом да внизу были лавки приезжих торговцев наверху они спали и так далее на самом верху огромный зал в котором давали балы и прочее 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 ну и ратуша и еще и еще нёрдлинген был центром торговли зерном в местных районах и так далее и в виду там каких-то наложенных на него ограничений в ходе тридцатилетней войны в результате он как бы заморозился по строительству и так далее он заморозился вот в том виде в котором есть если здесь гулять по улочкам города вы увидите как раз все эти старинные здания которые выглядят вот раньше они выглядели с вот этими вот оригинальными столбами дубовыми и так далее теперь это все за штукатурили потому что теплоизоляция наша все оплата того что называется энергии до отоплениями тогда и становится с каждым разом все больше и больше особенно в виду того что называется санкции да причем кстати кто думает что в германии все так хорошо и просто то зря он ошибается да то есть потому что сейчас например в нёрдлингене сегодня 11 число 23 градуса температура утром или ночью падает до 10 градусов да и так каждый день то есть тут не очень-то жаркое лето и про глобальное потепление можно только мечтать даже сейчас идет такой холодный воздух прошел какой-то очередной циклон ты постоянно дожди как не приедешь и все время моросит прошли тучи был очень сильный дождь пока мы ехали на машине а сейчас вроде как распогодилось но не стало жарко на солнце припекает а в тенечке все равно прохладно но 23 градуса до поэтому с отоплением здесь все очень и очень даже печально ну ладно крутите видео тем более это новое видео из нёрдлингена которое снимаю с новой камерой у меня новый микрофон вы все жаловали что вот так и так а мы сейчас зайдем посмотрим как выглядит их церковь а напомню что нёрдлинген стоит стоит в точке импакта когда-то много лет назад именно 15 миллионов лет назад огромный астероид врезался в землю образовал кратер в долине которого стоит нёрдлинген именно в центре импакта почему именно в центре импакта потому что здесь земля спеклась настолько что образовали плиты и по вулканически застывший из-за него построена церковь вот она полюбуйтесь я специально при торможу по размерам и архитектуре можно судить богатстве города видите какие это не штукатурка это действительно вот такие вот плиты из которых сложен весь собор можете посмотреть он огромный действительно огромный и я снимал видео когда мы подъезжали к нёрдлингену на машине он выделяется среди всего намного выше любых других странений здесь в нёрдлингене но давайте остановимся крутите крутите 360 видео для этого и создано качество камер улучшается единственное что плохо что качество 360 видео вообще зависит от ютюба и вашего компьютера до youtube его конечно забивает очень сильно кроме того еще очень сильно потом зависит от от вашего компьютера поскольку она передается в виде такой вот изогнутой полусферы плоской до плоскую полусферу выпрямляют и получается соответственно видео там 6к а потом когда ютюбом его передает на ваш компьютер должен посчитать какую точку вы смотрите развернуть нужным образом и не испортить качество ну и потока опять же требуется тоже вот обратите внимание домишки те самые средневековые домишки всех времен и народов да можно увидеть опять же пасущихся аистов там дальше чуть-чуть протекает река еще особенность одна нёрдлингена что это город в котором полностью сохранились средневековые стены полностью да то есть как бы они есть здесь всегда ну то есть типа он по всей длине со всеми воротами со всеми бастионами и тому подобное они здесь да то есть он еще какая-то какой-то церковный центр видите стеклянный между двумя домами вписали оригинально но мы можем еще прогуляться вот здесь вот сейчас мы все равно побед повернем собор вы уже видели с одной стороны принципе с другой стороны он одинаковый ничего особенного до домики 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 все перестраивать хотя внутри там если еще зайти то можно еще увидеть старые домики вот но вниз такой беленый а вверх эти вот столбы и так далее напомню что идея столбов состоит в том что на это каркас дома между столбами засыпали все то есть как бы грубо говоря это тот самый дом из дерьма и палок почему-то он с 1649 года активно простоял такие вот небезынтересные моменты здесь он тайский ресторанчик здесь еще церковь еще церковь уже эти дома видать дом какого-то феодала или еще кого-то ну явно знаете не в народном стиле построена больше а в стиле классицизма дети в детском лагере но куда их девать эти самые как его воспитатели водят туда-сюда туда-сюда и туда-сюда а вот сколько у нас там времени а то я тут прогуливаясь с вами что-то там сири что-то пытается у меня это а еще мне снимать как минимум 20 минут поэтому мы мы успеем прогуляться под пешеходной зоне хотя опять же да куда вы не пойдете вас все время будут преследовать вот такие вот такие домики заштукатурены или нет то есть в цветочки на окнах ну все как положено хорошо когда это знаете тут как последний раз я был здесь до этого приезда в сентябре и тут было конечно поинтереснее знаете цветов больше людей меньше в небо более текстурная с красивыми картинками и так далее я вот забыл одеть свои часы с дпсом так бы вы смогли еще проследить маршрут ну да ладно это уже как говорится в чире вторичная кебаб хаос еще один так и знаете типа интересно подошли к постройке этого ремонта этого дома видите балки оставили а вот эти плиты утепления сделали более выпуклыми и покрасили оригинально поэтому смотрится он даже интереснее чем если бы оставили просто балки некоторые дома еще не отреставрированы в некоторых домов ведь и там есть переходы какие-то террасы и тому подобное если вы думаете что мы далеко ушли то мы просто не сделали небольшой крюк и оказались задней части собора посмотрите какие цветочки дать цветочный магазин еще один фонтан ну фонтаны в средневековом городе были важной частью да то есть как бы они снабжали город тем что называется водой причем из фонтанов брали воду и по попить и приготовить и тому подобное то есть такой себе развлекуха вот эта площадь я думаю что раньше она не была такой хотя кто их знает может быть и была бы такой же площадью еще одна улочка еще одна тут опять же куча проулков с очень и очень странными домиками причем во всех этих домиках знаете там то какой-то доктор то еще кто-то нибудь там находится живут люди и работают среди всего этого великолепия он очередных подростков выпустили на прогулку как я уже сказал здесь эти ну не пионерские лагеря на детские лагеря присутствуют чтобы детвора могла хоть как-то знаете не сидеть сама дома тем более что по моему в германии нельзя ребенка до 12 лет оставлять одного дома вот такой способ как это было назвать правильно государственного рэкета типа ты придумываешь закон что ребенок до 12 лет нельзя оставлять одного дома и потом говори что за каждый день подобного лагеря родительные должны платить по 25 евро то есть грубо говоря 20 дней одного месяца это 500 евро 20 дней другого месяца еще 500 евро тысячу евро вынь да положь или что или да или не не работай пусть кто-то один из родителей на лето не работает или работает полдня ну такое вот опять же до улочки проходы мы сейчас туда вернемся тут ничего сложного нет все как надо о чипа надо зайти в чипа потом посмотреть если нужны мне вкус и потому что что-то чипа в последнее время испортилась я уже задумываясь переходить на другие марки на других производителей кофе то есть когда как-то привык к нему со времен дубае там и продавалась просто под домами было был большой выбор как-то привык до теперь переходить на новую ну как-то особо не хочется да вот такие вот дела мы все еще прогуливаемся тут zero это дом zero назывался и лето самое как я уже говорил что сам нердлинген был центром торговлей пшеницей до ну да и в смысле сельского хозяйства то есть вот такие вот вещи поэтому здесь центре города сохранились огромные амбары где все это хранила сюда свозилась здесь же на бирже торговали да там он видели этот гостевой дом то есть город был богатый город был влиятельный город мог себе позволить построить вот такие вот огромные амбары вот он один вот он второй там еще вот здесь вот третий на в них находится сейчас супермаркеты банки и прочие вещи тут вот еще один какой-то зал зал еды этот кафешка ну короче тут все 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 в кафешках он байришь это уже видите такая скажем не туристическая не пешеходная а обычная часть города дом стянули временными заплатками сверху видите какие внизу бар спокойно работает на втором этаже явно кто-то живет а выше уже наверное либо прикрытие не держит либо она там протекает некомфортно и так далее так я наверно пойду по проезжей части тут в городе проблема с парковками кроме того эти парковки еще и ограничены на определенное время то есть просто так не припаркуешься поэтому за городом за городской стеной есть большое количество большое количество парковок где можно запросто припарковаться и не париться ни со временем не с тем куда деть машину не с тем как проехать по улочкам этого странного городка то есть все как надо он даже увидите дроны вам продадут чтобы сверху поснимали данный город хотя насколько я знаю в германии без особого разрешения запускать дроны в городе нельзя ну и опять же да возвращаемся вглубь в центр этого как это народного искусства вот тут вот вам пожалуйста супермаркет приходи покупай здесь он ок смотрите какой красивый вид надо будет пофоткать хоть немножечко я осваиваю новую технику фотографирование объектов через панораму с созданием более объемных скажем так фотографий когда панорама делается не хоризонтально а вертикально и получается что 3000 на 6 на 7000 фотка ее потом можно и прилично распечатать опять же вот еще одни бараки то есть если посмотреть сбоку то там видно что это старая крыша и тому подобное но их переделали их превратили в такой себе городок мюллер городок мюллер магазин мюллер главное оливеру не говорит что здесь есть мюллер иначе он не даст покоя домики домики ведь этот в парка c то есть еще один банк принципе она в таки была биржа хранилища сначала эквивалентом денег являлось зерно теперь деньги доллар и евро доллары тоже уже уходят рынка саудовская аравия почувствовала свою так сказать силу и терроризирует всех отказываясь от торговли только за доллар и нефтью говорит что если заморозит архите как его там как они не архивы а активы российского центробанка и начнут их разграблять в европе она продаст все свои европейские облигации а это 200 миллиардов это для европы так на минуточку при нынешнем то серьезном кризисе до окажется очень и очень болезненно ну и так далее да а мы продолжаем идти вы опять же напоминаю внизу в описании к видео всплывающих аннотациях и в конце видео есть другие мои видео ссылочки и на тот же нердлинген где можно послушать и про историю его не сейчас как бы особо лениво рассказывать просто полюбуйтесь я знаю что интересней посмотреть я просто пытаюсь выделить знаете там он посмотрите наверх кстати посмотрите наверх там интересные вещи как вы думаете как в этих зданиях поднимали тяжелые вид предметы вещи мебели прочее 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 правильно здесь нет нормальных ну у многих может быть сейчас уже есть после реставрации а до этого не было ни лестниц не тем более лифтов нормальных знаете такое чуть ли не лесенка такая знаете как в танке в корабле подводной лодке так вот чтобы поднять все это наверх он обратите внимание на каждом здании есть вот этот дом кстати 1452 года его отреставрировали в 2017 но судя по всему утеплили да вот так вот обратите внимание там наверху если покрутите внимательно присмотреться такой выступающий брус с блоком именно используя этот брус был с блоком и поднимали тяжелые вещи наверх тут кстати внутри города конечно же не только собор был ну как же без кластера к кластер господи монастыря кластер это называется к кластер кластер а это монастырь и вот среди какое облако заходит красиво я вот тоже остановлюсь можете посмотреть тут вот красивенное здание монастыря которое теперь используется тоже по назначению но не совсем тому да если монастыри всегда принимали путников нам постоять постоять да то есть типа постояльство короче как работали как гостиница особенно если путник платил звонкой монетой то теперь из кластера сделали хостел вот такой вот хостел но почему бы и нет и здесь тоже домики 1440 год обратите внимание он домик вообще его то ли его перекосило то ли изначально он так строился но я не могу понять как они там живут с такими наклонными полами ли полы постарались уравнять от текущую гравитацию видите насколько его и он сполз или насколько криво его построили что он туда присел да здесь кластер здесь еще опять же да видать были тоже вот судя по архитектуре части кластера может быть какого-нибудь дворца мини дворца феодала и вот перестроили под какое-то финансовое учреждение не похоже богатый да похоже здесь был центр грубо говоря именно юридически там центр торговый где мы вели видели гаст хаус а здесь центр так сказать юридически полюбуйтесь на такой монастырь вообще покрутите в разные стороны очень и очень красиво пойдем пройдемся там если у нас будет время но у нас еще шесть минут так что в принципе можно еще прогуляться посмотрите какой красивый этот самый кластер мерсик вот смотрим что где и как есть тут внутри ну вон например царите какой узенький и маленький домик бабушки из окон выглядывающие везде аисты видите даже там на логотипах аисты находятся этот судя потому что они посыпали потащили миссию мешки с какой-то постельным бельем и так далее здесь тоже наверно хостел и прохладный ветер только солнце зашло сразу прохладный ветер делает мне приятно очень приятно очень хорошо да солнце поджигает а воздух не 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 теплый да то есть только за счет нагрева ну что вы хотите у нас здесь только сейчас стало 24 градуса да то есть очень и очень не теплый момент историю смотрите еще какой дом вот сейчас по ходу движения мало того если вы не видите он очень и очень узкий вокруг него два прохода и каретный каретная парковка интересно это парковка для автомобиля или просто так и мы возвращаемся назад на центральную площадь в одно полукольцо полное кольцо вы можете сделать по стенам по стенам бесплатный проход идете себе по стене идете 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 но поверьте это надоедает этому я предпочел прогуляться немного по центру том том части центра который я знаю лучше всего красивее всего ну где интересно где еще не все отремонтировали вот как вот эти вот домики это вот одна ратуша это еще старая ратуша там теперь архив за ней еще небольшой парке библиотека ну в общем всего много всего интересного дом 1513 его 1831 1928 1957 это даты я так понимаю его постройки и ремонта 16 века домик построен да вот еще там улочка она кстати идет к музею и к речке там речка такая воню я не понимаю как она течет вниз и каким образом вытекает здесь же как бы впадина понимаете если посмотреть то город бог внутри да точно в центре импакта ну а раз вы уже слышите аист и над нами летает дофига дофига аистов тут же вокруг такие лесочки болота эти самые как они по-русски поля то есть им есть где прокормиться поскольку люди их не трогают дата у них такая вот счастливая жизнь а мне сейчас счастлива жить потому что солнце не светит и все хорошо ну можно было бы пройти еще по одной улицам туда 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 тут еще есть где походить но в любом случае если вы планируете посмотреть этот городок до рекомендую заезжать в него на день да допустим вы с вечера приехали в отель какой-то поселились пришли погуляли полдня или вечером еще посмотрели его ночную жизнь так сказать прочувствовали когда все кафешки заполнятся после чего прошлись до далее утречком прогулялись сели может зашли в музей сели в машину и поехали дальше ну сейчас конечно туристов маловато маловато я помню когда я здесь был слышите этот клёк от это аист не динозавр фонтанчик ну в общем мы будем идти дальше ехать дальше увидимся подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии всем удачи счастливо пока увидимся с вами был я игорь шестидка из нёдлингена с его аистами он на крыше на крыше вверх посмотрите сейчас вперед вверх прокрутите вас увидите их они там брачные игры устраивают вот так что подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии пишите в комментариях где вы проводите лето какие города какие замки вы посещаете музеи опять же напомню что внизу в описании есть ссылки на видео мы с оливером ездили во францию в город самюр где находится и красивый замок и то что является танковым музеем мы конечно ездили в танковый музей а теперь еще возвращаемся по замкам во франции и по другим городам так что вот ну а мы с вами прошли ведь и тут рекомендуется прогуляться по стенам по всему остальному мы на самом деле прошли вот так вот здесь мы стартовали потом прошли вот здесь прошли вот здесь вот прошли вот здесь вот а мне вот вот здесь 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 вот видите тут она как раз интересные места а полный маршрут вот вам рекомендуют прогуляться вот таким вот образом будем прощаться всем удачи а вот еще момент небольшой да всем удачи счастлива пока отчеты меня показываешь увидимся вот модель того самого медлен гена 360 таком вот вещи тоже опять же захотите покрутитесь ну а горячие вот такой вот красивый городок ветер еще на месте стены башни мы вот отсюда зашли вот и так вот здесь парковка прогулялись дальше в общем смотрите дальше